Типичные для конца зимы погодные условия, когда морозы сменяются отцепелью и наоборот, большая ответственность для городских служб, обеспечивающих уборку города от снега, содержание домов, придомовых и дворовых территорий. Все праздничные дни коммунальные службы города работали в усиленном режиме. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет уборка снега в разных районах города. 24 февраля внимание уделили подъездным путям к социальным объектам, школам, больницам, детсадам, адресам о которых сообщила служба скорой помощи, где был затруднен проезд, а также адресам в железнодорожном, советском, промышленном и кировском районах, на которые поступили жалобы от жителей в соцсетях. Это улицы Партизанская, Победа, Старозагор, Мирная, Ставропольская, Воеводина. Есть дворы, которые действительно по замечаниям были отработаны, достаточно чистые, почищены выходы из подъезда, почищены тротуары, почищены внутриквартальные проезды. Были устранены замечания по наледи после вскрытия самарскими коммунальными сетями, что действительно радует. В этот раз меньше замечаний по уличной дорожной сети, почищены остановки, почищены дороги, почищены тротуары. Есть замечания по вывозу снега, но вот два дня подряд мы так достаточно серьезно вывозим снег, но тем не менее, как замечания вынуждены сказать. В Кировском районе глава города проверила работу нового подрядчика. Уборка происходит в основном в ночной период, когда снижается трафик автомобильный. В ночь у нас в эту ночь выходило 37 единиц техники, 70 человек к народу. В день выходит 31 единица, 40 человек. Сейчас основная задача после этих снегопадов – это уборка улиц, вывоз снега, расширение, чтобы был комфортный проезд автомобилей. Глава города Елена Лапушкина обратила внимание на работу управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Не все оповещают жителей о запланированной уборке, из-за чего машины остаются во дворах и мешают технике. Для недобросовестных управляющих организаций, которые не выполняют свои обязательства перед жителями, предусмотрены санкции. Административные комиссии делают предписание, если замечание не устраняется в течение суток, то тогда уже идет обращение в надзорные органы, в прокуратуру по факту неисполнения. То есть районная администрация это практикует. 26 февраля, когда морозы сменились оттепелью и мокрым снегом, глава города Елена Лапушкина проверила, как в районах организована противогололедная обработка улиц и очистка кровель. Посмотрели состояние домов и дворов на Михаила Сорокина, Подшипникова и Мичурина, Молодогвардейской, Чапаевской, Красноармейской и других улицах. Сложные погодные условия, были серьезные морозы, сейчас пошла оттепель. Конечно, на пристальном внимании очистка кровель, потому что, конечно, моментально образовывается наледь, идет сход. Поэтому вот сегодня вместе с главами утроградских районов проверяем территорию, обрабатываем противогололедными материалами дороги, тротуары, остановочные павильоны, выходы из подъездов. Безусловно, на это обращаем внимание. Ну и, конечно, управляющие компании знают, чем надо заниматься в этот период времени. Итоги осмотра районов города и уборки в праздничные выходные подвели на еженедельном совещании. Как отметили представители профильного департамента, с улиц города вывезли более 34 тысяч тонн снега. В среднем ежесуточно на уборке задействовали 370 рабочих и 381 единицу дорожно-коммунальной техники. И хотя в Самаре активно боролись с последствиями непогоды, замечания по некоторым территориям остаются. Их поручено устранить в кратчайшие сроки. Профильные предприятия продолжат трудиться. За сутки израсходовано 115 тонн ПГМ. С начала сезона всего у нас 17 тысяч 320. Откачано 5 кубических метров воды по Куйбышскому району. Снега вывезли 5265 тонн. С начала сезона 211 897 тонн. Всем службам по уборке и благоустройству, а также администрациям районов, глава города поручила следить за состоянием не только проезжих частей, но и пешеходных зон, обрабатывать их противогололедными реагентами, чтобы Самара не превратилась в один большой каток. Настаиваю, чтобы вы в максимально короткие сроки вывезли лишний снег, почистили все радиусы, прочистили парковочные карманы. Ну и безусловно обращаем внимание на тротуар, на посадочные площадки, потому что риски достаточно серьезные. По прогнозам синоптиков, уже в среду 1 марта в городе наступит похолодание, поэтому пока снег тает, Елена Лапушкина поручила профильным службам активно прочищать ливневки, чтобы талая вода беспрепятственно поступала в канализацию и не задерживалась на улицах. Мониторинг ситуации всеми службами ведется ежедневно. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.